Денцовский многопрофильный скоропомощной центр создан. Первый этап реорганизации медучреждений городского округа завершен. Теперь Денцовская ЦРБ, Звенигородская центральная городская больница и районные больницы номер 2-3 как один большой механизм. Первыми, кого волновала реорганизация, персонал. Павел Бережанский работает педиатром в селе Успенское. В день принимает минимум 35 пациентов. График плотный, но находит время и для общественных дел. Он председатель первичной профсоюзной организации уже бывшей районной больницы номер 2. Плюс это проведение специальной оценки условий труда. Именно по результатам этой оценки у людей начисляется дополнительный отпуск и сельские выплаты и дополнительные какие-то привилегии и так далее. Это очень важно. И самое главное, по результатам этой оценки мы получаем класс вредности и с этим классом вредности люди уже относят пенсионные фонды, получают дополнительные начисления на свою пенсию. После реорганизации заработная плата не изменится и поселковые выплаты останутся тоже, заверил главный врач. Наша задача создать на территории Одинцова многопрофильный полноценный скоропомощной стационар со всеми видами медицинской помощи для того, чтобы соблюдать золотой час при инфаркте, золотое время при инсульте, чтобы пациент не ждал, когда он доедет куда-то, чтобы он мог обратиться к себе в Одинцовскую больницу со всеми его непосредственно интересующими вопросами. И любой житель Одинцова может и должен получать любую медицинскую помощь в скоропомощном режиме на территории своего учреждения. И самое главное, конечно, в таком центре персонал и новое оборудование, которое в полном объеме поступает. Например, в Звенигороде уже начали проводить лапароскопические операции в гинекологии. Есть эндоскопическая установка. В Одинцово ожидают нейрохирургическое оборудование, современные УЗИ-аппараты. Пациентам будет проще записаться к узким специалистам или выбрать врача не со своего участка. Но это сами доктора считают отрицательной чертой реорганизации.